Всем привет! Вот мы на уикенде, как говорится, доча тут трапезой занимается. И решили мы съездить в ковбойский магазин! Да все подряд, лампочки. Девочек в коротких юбках в этом магазине не будет. Приезжие русские оккупировали магазин. Ой, рядом стоит 20 долларов. И что это за размер? Я Шерлок Холм. А для общего обзора? Подлетает. Говорят, что мне пойдет. Это ковбойский магазин. Это магазин, там инструменты продают. Там продают все, буквально. Даже еду продают. Вот, excuse me. И там продаются нам дедушка сегодня. К нам же приезжают родственники. И нам дедушка моего мужа сказал, что там продаются ковбойские ботинки и ковбойские шляпы. Ну, посмотрим. Я, честно сказать, не видела. Что там за ботинки и что там за шляпы? Сегодня, ребята, вот сейчас сели, мы посмотрели. Должна была посылка прийти. А посылка приходит не просто там нам вручают, а вот прям к дому ставят вон туда, на ступенечке. Ой. Ну, не пришла. Сказали, что сегодня в городе праздник, и поэтому придет посылочка в воскресенье. У меня компьютер сработал, что ты не даешь нам договорить, о чем мы с дочей говорим. Доча сдает задом. Я смотрю на камеру и думаю, как там она это, не сильно ли газует, чтобы врезаться? И при этом еще говорить на камеру? Да, я думаю, нет. Он все равно боится. Да, теперь слово маме нашей говорить. Мы для компьютера купили, что мы купили? Клавиатуру с русскими буквами, да? Клавиатуру. Да не с русскими буквами, а просто что-то написать. А, наклейкует для клавиатуры. А там мы напишем русские буквы. Так, что еще мы купили? Мы купили камеру. Еще такую же купили камеру. И еще мы купили кейс, да? Мы купили. В общем, некогда так людям мешаю. Мам, ну извини, я тут покажем, покажем. Получилось, просто едем, а там человек на середину дороги вышел вот так посредине. И не смотрит. И не смотрит. А дочь ему говорит, ты что? Ну, типа, нехорошее слово. А он машет, да, да, это я. А он, как-то, он-то здоровается, да. И стыдно стало, что я его обозвала. Да, вот такие, вот такая дочь остыдливая. Сначала обзывает, а потом стыдно становится. Кабриолет. Как это в 12 стульях. Да. Она ворует. Стыдится, но все равно ворует. Не она, а он, по-моему, это. Директор клуба. Что он воровал там? Да все подряд. Лампочки. Зубные щетки. Все подряд. Стыдился, но ворвал. И стул украл. Ребята, сегодня день студента, наверное. Во-первых, праздник в городе. Там люди, народ, как будто откуда-то неизвестно, материализовался. Смотрите. Уже погодка ничего такая. Да, и погода неплохая. Да я бы не сказал, что была погода хуже. О, смотри, в туфлях парень идет. В туфлях, да, в женских? Он коленки голые. Ну, ему комфортно в туфлях. Вот он и идет в туфлях. В красных туфлях. Ир, ну что ты смешного? Комфортный парень. Да, ты как будто из лесу приехал. Я из лесу, из деревни. Причем, ну, деревни. Я же не сказала из деревни. У нас был стрим уже про это. Да. Ну, я и говорю. Ну, теперь я сказала из лесу. Из лесу. Из лесу. Из лесу почему? Потому что ничего не видел. Ну, и скажу из джунглей, если приятнее это слышать. Из джунглей. Блин, я что-то наелась сегодня, капец. Подъезжаем к магазину ковбойской running. Running. Это же бег, да? Бегом, бегом. А runnings это... Что, образование магазина? Да, уже на рецептах. Ой, мы со своими тут разъездились тут. На мире кошки тут разъездились, да? Конечно. Как всегда, огромная стоянка возле магазина. Одни грузовики, я смотрю. Ну, сюда рабочие люди приезжают. Стоянка грузовиков. Ох ты, лодка какая, пирога или что там это? Так, тут очень туго, я лучше сюда пройду, чтобы никто не долбанул. Ну, верно, все. О, даже сено продают здесь, представляете? Ну, студенты приехали, а что не сено? Какой прицепчик прикольный. Смотри, прикольный прицеп, без колес, просто навешанный. Так, передаем для наших особо таких подписчиков, преданных девочек в коротких юбках, в этом магазине не будет. В основном в криконах и в джинсах. Давайте в клиренсе пошаримся. Так, у вас рабочие ботинки, и ценники у них много стоят. Смотри, какие они тяжелые. И ценники у них, это твой размер, кстати. Так, и он на клиренсе сейчас 115 долларов, ну, плюс налог, 115 долларов стоит. Ну, нормальная цена, да? Хочешь примерить? Хочешь примерить? Что, покупать, что ли, будем? Ну, если они теплые. Ну, не, для папы, да. Вообще классный. Мой размер. Иди мерить. Засними мне, я буду мерить. Ну, я вообще-то хотела тоже померить. Сколько они стоят? 115. 115 плюс налог. Ой, нет, у них клиренс 90. 89,93. Ну, это очень хорошие сапоги. Ой, сапоги, обувь. Я, смотри, как ей выцепила. Кожаные. За сколько? Да я так, вот, промерить просто. Я, понимала. О, вау. Ковбойские. Так это 50 размер, наверное. Ну, вот я шестой нашла. Вот, женские. Смотри, вот скетчерсы. Блин, они даже маленькие, кажется. А какой это размер? 8,5. 8,5. Ну, маленькие. Ну, а еще носок, ну, ладно. Значит, тебе малая. Кокольки. Короче, ребята. Приперлись тут, блин. Да, приперлись мы тут. Сапоги оказались мне маленькие. Вот, сижу, жду. Сейчас Лариса должна 9 номер принести. Здесь вот еще друзья с нашей... С ближнего зарубежья. Да, с ближнего зарубежья. Китая, наверное. Китая. Ого, какие они. 9, 9. 9 размер. Смотрите, офигенно как смотрится. И очень удобно. Шестерка как раз. Очень удобно. Доча, вот, по-моему, 9,5. Юра, вот померяем эти 9,5. У них ценник уже 100 баксов. А вот тех 104. Тех шире. Это 140 баксов. 141. Вы эти 140? Это с распродажи, да. Так они еще дороже. Кокодиловая кожа, что ли? Они стоили 250. 250 долларов. Приезжие русские оккупировали магазин. Начался движняк. Девочки, смотрите, что я нашла. Вы не представляете. Может быть, они выглядят немножко неказисто. Но особенно на моих коротких... Этих, как сказать, корочках. Коротких ножках. Давай, снимем мои короткие корочка. Ножки Буша. Да. Не позор России. Смотрите, они такие удобные. Я как будто тапочки одела. Ну, понятное дело, они с розовыми носками. Хочи с розовыми, нормально. Лариса, вот эти жмут. Тёрп. Ты как там? Тёрп. Тёрп. Коротышка. Да, коротышка. Маташа, они что-то разносятся маленько? Или нет? Ну, это кожа чистая? Ну, да. Вот эти жмут больше. Нет, ну, бери, которые меньше. Девять с половиной вот эти. Вот эти лучше. Видишь, у нее носок какой широкий? А, вон что. Ну, естественно, бери с широким носком. Ну, вот эти мне больше нравятся. Блин, они реально очень удобные. И я, мам, тебе... Да я даже доглядеть на такие не хочу. Смотри, они стоят 40 долларов. Не надо мне. Что ты снимаешь, мам? А, ну, так, возьми к тебе. Рот открыла, дальше смотрит. Смотрите, стоят это не 40 долларов. Девочки, вот у меня обуви, наверное... Сколько у меня пар обуви, мам? 115 пар. 115, надо же 116 купить. Ну, такой удобной обуви я еще не мерила. Ну, чтобы с каблучком было. Блин, капец. Блин, капец. Просто... Просто не знаю. Я, девочки, прикуплю себе вот такие сапожки. И шляпку. Девочки. Сожжу сапожную диету. А что, знаешь, что такое сапожная диета, пап? Что, она будет сапоги есть? Нет, это значит, она и стратит деньги все на сапоги. И жрать нечего будет. Я себе дуюсь, порт, нечего. Понятно. Ну, что, ребята, я решил одеть их и выйти из магазина. Свои старые оставить. А потом вернуться и сказать, ой, я забыл. Извините, я босиком ушел. Шутка, конечно, шутка. Да нет, ну тут же этот... Так, а сейчас... Даже если бы ты захотел, то бы не вышел. А вот что, сейчас вырвем. Сейчас вырвем. Это же русский. Пойдем в машину. Кстати, я один раз что-то мерила. Очень дорогую вещь. Прям она стоила 500 или 600 долларов. Вот такая штучка, она у меня в руках вывалилась просто. Ну, я думаю, что и здесь так же все происходит. Нет, это было... Нет, мы воровать не будем. Мы же не идиоты. Мы это просто было экшн... Не экшн, а как... Как это? Название это? Андрей нам сказал. Хайповая. Хайповая шутка это была. Короче... Дай мне жвачку тоже. Я так посмотрю. Я посмотрела на клиренс для меня, ничего нет. Ты дорогая женщина. Дорогое все покупать. Юрик, из клиренса пойдем. Ну да, тебе что-то надо новое. Папа, покажи ее в кроссовке. Она уже их вообще заносила. Ой, не говори. Ну, не заношенная смотрится. Отличные кроссовки. Она же новая. Ладно. Куплю себе сапоги. А жене шума? А жене машину. Давай, включайся. Вообще, девчонки, мальчишки к душе пришли с сапожки. Нормальные. Сейчас круг дам. О, джинсы белые. Ты снимаешь себя? Ну, снимал. Смотрите. Ну, я тебя буду снимать, как ты ходишь. Мы вот эти Катарпиллеры купили в спортмастере за 6 с чем-то тысяч. Вот это стоило 6 тысяч? Это когда я в прошлом году поехала, вот за этим мы заплатили 6 тысяч. 6 тысяч? Извиняюсь, я, конечно, я просто в шоке. И вот эти 6 тысяч. Есть разница? Значит, на клиренсе. Ну, так мама не зря здесь одежду и обувь покупает. Нет, вообще, мне вот это не нравится. Как я уже сказала, ручной труд здесь ценится и стоит очень много денег. И на клиренсе его не купишь. А все, что шмутье и обутки... Подничьей чаня? Да, скорее всего, да. Да, да, я смотрела. А как эта фирма? Ирландский сеттер, ты говорил? Ничего не говорил. Ирландский сеттер фирма называется. Как сзади смотрится? Отлично. Ничего не это не... Для моей коричневой машины подойдут? У тебя черная машина. У тебя черная машина. Ну, я посмотрю, что это подойдет? Подойдет, подойдет. Так, а я покажу, что тут есть вообще. Вы показывали, что тут есть? Ничего не показывали. Тут вот какие-то... То ли они замшевые. Какая-то кожа интересная. Негладкая такая, немножко шершавая. Наверное, обработка такая. Вот еще какие-то... Ну, что они стоят? Они стоят 50 долларов. Вау! Вот это размерчик, ребятки. 75 долларов. И что вот они стоят? Ой, что стоят? В смысле, какой-то размер? А, это 12 ЕЕ какой-то. Ой, рядом стоит. Какая прелесть детская. 5 до... Ой, 9,94 детские обуточки. А вот это что такое? 110 долларов какой-то ирландский септер тоже. Ну, хорошие сапоги. О, Коламбия стоит. Мам, смотри, вы что, Коламбию не видели? Нет, но даже теперь мне не нравится Коламбия. Вау, смотри-ка, если ты. И Коламбия вообще, они жесткие. У меня есть дома сапоги. Они как горнолыжные какие-то. Ну, они для горнолыжные, для занятия спортом. Ну, понятно. Ой, смотри, какие скетчерсы хорошие. 25 долларов. И что это за размер? Ну, размер не может. 8. А, 8,5 тебе надо. Понятно. А вот смотри, какие. Как они? Андрармор. Андрармор. Неужели ты выговорила сразу? Да. Ну, Андрармор у меня не было обуви. А скетчерс я люблю. Адидас, скетчерс. Ну, Андрармор, я, конечно, с Найками не сравнится. Но, тем не менее, он такой тоже хороший. Сейчас я тут пройду. О, а что тут вот продаются? Бокки. Блин, такие удобные. Я вот померяла, девочки. Вы не представляете, очень удобная обувь. И стоит всего 20 долларов. Что это? Какой размер, вот мне интересно? 6,5. Ну, это мне большие бы были. Вот боки. Тоже шестерка. Вот выглядят, конечно, они немножко не очень. Но... Вот это очень удобное. Вот теперь я буду знать, что бок это очень удобная обувь. Просто мне непероятно. Слушай, а где от них коробка? Не знаю. Ну, нету. Тут особенно с коробками не продаются. Ты ее отсюда взяла? Я не помню, где вытаскивала. Я ее отпаскала везде. Ну, короче. Смотри, вы показывали вот эти сапоги? Это тряпочные. Тряпочные. Представьте. Тряпочные ковбойские сапоги. Какие прикольные. Просто прелесть. Ну, это 42-й размер. Ну, тут такая толстая подошва. Смотри, чайная. Мы у Папе покупали катарпеллеры зимние уже много-много лет назад. И они стоили что-то 9 тысяч. 9 тысяч. Да, и сейчас у них ценник тоже не дешевый. Ну, давайте попытаемся найти коробку. Ну, если нет, поставь на кассу. На кассу давай эту возьмем. А, телегу? Телегу, да. Ну, давайте. Я сейчас пойду возьму, покажу, как они тут стоят. Никто же не знает, как и где стоят телеги. Мне нужно показать. Ой, не вытащишь эту. Дороганула. Давай, бери. Я еще фото сделала. Он сказал, что еще больше тебе ковбойские сапоги покупать. Ну, а что ты будешь ковбойские сапоги покупать? Ну, не ковбойские, но он глядел в воду, чтобы купить. Мы купили ботинки. Папа говорит, я не знаю, когда я так радовался покупке. Тебе нравятся они? Ну, они выглядят модно. Мне, во-первых, нравятся. Во-вторых, в последние годы мы жили не очень, как бы, в достатке. Поэтому любая покупка для меня очень тяжело удавалась. То есть надо, не надо. Тысячу раз подумал. Вот это вот мне захотелось, и все. Поэтому я... Поздравляю. Мне приятно слышать, что... Я рада за тебя. Да. Красавчик. Я тоже сейчас всплакну. Это все благодаря тебе. Ой, ладно, все. Как я уже говорила, давай, кидай мне леща, мне нравится. Ну все, теперь мы пошли в шмотки. Нас отсюда не выгонишь. О, ковбойские шляпы, ребята. Там столько ковбойских шляп. Подожди. Пробираемся к ковбойским шляпам. Нас не остановить. Ой, уронила что-то. Смотрите. Это мужская. А где женская? Вот это женская. Да прям... Да они же унисекс. Ну ты остановись тогда там, или... Или вон там пройди. Смотри, ты вот там пройдешь. Обойди. Обойди, да. С другой стороны. Вау, как красиво. Ну что-то она... То ли она ковбойская. Воу. Тебе идет. Слушай, даже с этим... Ты красотка. Красотка. Можно я? Мам, можно? Давай, дочка. Ну-ка, давай. Терпи, терпи. Как мне идет, нет? О, тоже идет. Пойдет. Ну как-то неубедительно вы это сказали. Потому что там торчит прищепка. Торчит, и мне больно прям. Прищепка торчит, ну. Сколько она стоит? Давай покажем. Стоит 60 долларов. Серьезно. Да, ну только она видна, что хорошая шляпа. Тетровая, да? Да что, меня сейчас заснимет на пикчер. Давай. Пикчерица. Я люблю пикчерица в шляпах. Давай. Давай. Ну... Ты что такое муха прицепилась? Прилипалась. Дай-ка я поймаю. Андрей не любит вот эту сумочку по берушку. У нас Лариса Д'Артанен. Как вам, девочки? Нормально? Цена. Цену скажи. Нормальности. Цену? Так. Ценник, доча. Где тут ценник? А где мы его? Отсюда взяли? Ну, стоит она 50... Нет, вот эта 54, а эта... Ну, столько же это, что... Ну, 50, 50, например. 50 баксов. Ну, то есть, по-нашему, 3000 с чем-то. Вот эта ведро. Вообще, очень жесткая. Ну, она сплетеная, и как будто вот она загнутая. И вот так она, как бы сказать... Как будто она крахмальная и засушена. А она сколько стоит, говорите, цену? Вот эта 26... Которую я померила, стоит 26 долларов. Ну, то есть... Полторы тысячи. Это, наверное, походить в... Ну, да, от зноя. От зноя. Да, от жары просто. Угу. Фермерская кепка, это вот мне подсказывает. Да, потому что... Потому что ее одел, в ней не жарко, все продувается. А то эту одел, она очень плотная. Ну, это для зимы, вернее, для осени. Ну, так это кетровая, да, для осени. А там он макияжчатый и джинсы. Джинсы шитые. Ну, как мы... Я тут поменял корзину. А то не проехать. Башмаки не брошу, девчата. Я тут не брошу. Включил ее. Конечно, кожа. Это кожа, да? Это кожа. Вот это замшат. Ну, она быстро изнахратится, выглядит красиво. Сколько стоит перчатки, говорите? 27,99. Полторы тысячи рублей, грубо говоря. Ну, это рабочие перчатки. Тут люди не скупятся на рабочие, как бы сказать, гарменты. Потому что это важно. Если ты работаешь, ты должен хорошо одеваться. Ну да, и здоровье сохранять одновременно. О, какая хорошая курточка. Смотри, она тряпочная снаружи, рабочая женская курточка. Сколько стоит? Сколько стоит? Сколько стоит? Ну, а обзор же делаете? Ну, ясно дело, сейчас обзорчик, девочки. Девочки. Ой, я не вижу, она бесценная такая. Нету тут цени? Ну, вон наверху висит. Что такое? Написано. Новые, это новый приход, типа. Ну, не написано, я не могу найти цену. А вон внизу ничего нет? Раз, два. О, сто долларов. Сто боксов. Ну, то есть шесть тысяч по-нашему. Шесть с половиной. Ой, какая нежная кожа, я прям хочу ее трогать. Она такая приятная. Так, ну, ботинки кожные купили, перчатки резиновые тебе надо на зиму. Лучше пластмассовые. Это очень пластмассовые. Да мы с папой шутим, что это очень хорошая. Парафарт это очень не такая известная перчатка. Цена. Не просто хорошая. Ну, вот эти, например, стоят перчатки. Скажу. Сейчас батарейку разрядишь. Я пока найду цену. Вау. Написано MSRP. Ну, это предлагаемая цена. Ой, 75 долларов. Продают за 22.99. А вот эти перчатки стоят 30 долларов. Вот эти. 30? Сара-хар, о которой ты говорила. А вот эти вот стоят 24 доллара. Ну, это скидка. Сейл. А сколько они стоили, я не знаю. Ой, шапочки. Прикольные шапочки. Ой, мне не нравится. Я же сказала, прикольные. Я не сказала, что они. Ну, давай папа примерим вот эти. Давай. Под красную рубашечку. А мы делаем. Я Шерлок Холмс. Тебе надо доктора Матсона. Цену скажи. А что цена? Так, цена ее, сейчас скажу, 37 долларов. Да, 200 долларов. Две с половиной тысячи. 20 долларов стоят перчатки. Это же мужские. Смотри, какие. 1200. 1300. Вот типа таких какие-то тебе Чарит отдавал. Вот такие вот. Типа таких дома у нас. Ну что, девочки, мне брать? Я вернусь, если скажете. Мне идет? Сколько стоит? 150 долларов вернешься? За 150 не вернусь. 25. 25. Я за 25 не вернусь. Дорого? Не то, что дорого. Ну, я могу... Ну, дороговато. Я могу фирменную, суперфирменную купить за это. Ну, я же тебе говорю, дороговато. Ну, типа сись. А вот перчатки без пальцев, без этих, без пальцев, посмотрите. А, они... Перчатки без пальцев. Ну, посмотри. Как варежка, они как митинги сделаны. Сколько стоят, скажи? Это на 3М делают, что ли, Наташ? 3М написано. 3Мские. Это здешний завод. 12,99. Ну, плюс налог всегда надо не забывать. Смотрите, как удобно. Раз, чтобы не... А, чтобы не замерзли, да? Раз, опустил. Нет, чтобы это... Да, я понял. Чтобы в телефоне поковыряться. Не терять. Раз, чтобы не мешало. Можно взять детский. Ценник. Хорошенькие такие. Блин, я вот эти вот вообще обожаю. Ценник. Что я скажу? 43 доллара. М? Ну, это дороговато. Ну, не бери. Ну, я не собиралась. Короче, нашли мы Юрику шапочку. Прикуплю, наверное. Куплю тебе шапку еще. К сапогам. Мне надо вот такую, девочки. Мне надо вот такую, смотрите. Я шапки не люблю. Бандану. Как, мне идет? Что-то, мне кажется, она не такая плотная. Нет, это тебе не идет. Не идет, да? Нет. А мне кажется, нормально? Нет, шапочка была лучше. К воротнику. Это у тебя, кстати, что за меха? А это... Белая лиса. Или белая крыса. Белая крыса, пусть будет. Ну, что, с меня шапку снимите или так? Иди. Книгауборочная. 700 долларов. Это что? 4200, да? Да, не ду... А, 4200. И 4200. Что-то я это... Ку-ку. 42 тысячи. Серьезно, что ли? Ну, тысячу долларов. Это же 65 тысяч. Офигеть. Сколько стоят такие? 90 долларов. 90 долларов. Вот, Лариса примерила. Ну, что-то... У тебя там... Ну, они мне длинные. У тебя как будто нога до конца не пролезла, такое впечатление. Вот здесь, что ли? Нет, они просто вот у меня пальцы. Не по размеру, короче. Ну, у меня, девочки... Ну, девочки... У меня болят ноги, и я не могу в последнее время себе... У тебя точно пятка стоит на подошве? Да. Я что... Такое ощущение, что она у тебя до конца не просунутая. Что, Наташа? А где второй? Девчонки, посмотрите. Так-то вроде бы ничего. Ну, в смысле, что удобно. Я могу в них обуться и еще какой-то носочек приобуть. Они мне длинны по стопе. Но по длине. Но они какие-то как-то смотрятся не очень хорошо. Вот это вот все торчит. Ну, хотя бы как-то бы поаккуратнее, да? Мне вот этот мех не нужен, правда же? Ну, лишнего, да. Еще раз напоминаю, 90 долларов. Это практически 6 тысяч рублей. Выключить. Вот смотрите, расфасованы настоящие кости. Я не знаю, как они не пропадают. Ну, наверное, как-то в вакуумной упаковке или что. Цена их 4,49 долларов. Вот, например, вот этих костей. 6,49. Это вот побольше кость. 10,49. Ну, наверное, чтобы зубы. Ну, давай, Гаври, Варис, вот ей понравилось. Смотрите, нашли осенние скетчерсы. Я недавно Юру говорю. У меня есть ботинки Катерпиллеры. Говорю, ты знаешь, они очень классные. Я в них мало ходила, все. Ну, я так прикинула. Я посчитала им всего лишь 12 лет. А вообще... С половиной. Не заношенные даже. Да, еще бы поверить вот за 60 долларов. Нет, но они мне давят. У меня болит нога, и они мне давят. Угу. Один комментарий. Как вам, девочки? Правда же, это симпатичные? Ну, для моих ног и... Они мне длинноватые? Ну, по стопе. Ну, можно носочек еще приодеть. И как-то очень-очень удобно. Я почувствовала себя в комфорте. Я люблю спирму скетчерс. Обожаю просто. Не для рекламы. Мы, короче, шмуточники. А для общего обзора? Ну, и как ты считаешь, дочь? Берем их? Ну, если тебе нравится, если ты это будешь носить, то, конечно, я тебе не заставляю. А что, доча, берем? А мужа тут твоего нету, да? Муж берем. Причем тут муж вообще? Муж тоже должен иметь свое мнение. Ну, не обувь же выбирать для женщины. Я не выбираю. Я мнение должен свое иметь. Ну, как тебе нравится? Берем. Куплю жене сапоги. Да, тем более за 60. Это осенние. Еще мне зимние нужны. Да, если нравится, милая, бери, что хочешь. Я не люблю слово милая. Дорогая, ладно. Дорогая, я достану тебе звезду. Как вам мои сапоги, девочки? Ну, только не говори, сколько они стоят и как они нужны. А что они стоят? Стоят они 50 долларов. Да? Или 60 долларов. Ты со скидкой их купила? Нет. Ну, классные. Ну, мне вот эти нравятся, ребята. Все, берем. Еще один немаловажный нюанс. Я вот сейчас одену, пройдусь дома. Если мне что-то не понравится, ну, конечно, не по грязи, я могу принести и сдать назад. И никто мне даже не начнет со мной ругаться и нервы мне трепать. А что это? У нас в больших магазинах, таких как, например, лента, можно тоже вернуть все? Можно, конечно. И ленту, и можно в спортмастер вернуть. Мы помню, Юрий купили сандалии в спортмастере. Не поверите, неделю проходило, они порвались. Ну, я пошла, точно такие же поменяла. Они еще раз порвались. Но я пошла, их просто сдала. И потом они раз и исчезли. Это ты какая фирма купила? Какую фирму? В спортмастере. Я не помню, как назывались. Может, Nike? Нет? Нет, не Nike. А я сейчас расскажу историю. Мой муж купил себе сандалии ЭКО за 150 долларов. А, может, она и была ЭКО? Сандалии ЭКО за 150 долларов. Ну, я что? Дырявые, короче. Дырявые сандалии за 150 долларов. Они у него один раз порвались. Он у них месяц не проходил. Мы их вернули. Новые нам пришли. Они у него второй раз порвались. Мы их опять вернули. Третий ему раз прислали. Они у него третий раз порвались. Но тогда уже сказал муж, все, я... Отказываюсь. Отказываюсь от этих сандалий. Пожалуйста, мне больше не надо. Они сказали, все, 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 мы вам вернем деньги. Отличная история. Сторос. Хорошая или... У нас дочь в непонятках. Мы с одной стороны царказничаем, конечно. Мы тоже не без этого. А с другой стороны хвалим по его мужу. Я же не знаю. А что тут семерка написано, а тут девятка? Или если по... Девятка это. Не вижу. Там и там девятка. Они просто корректором написали. А для чегу? Просто это американская девятка. Она другая. Она другая. Ладно. Решил я взять корзинку. Сейчас посмотрим на реакцию. Хеллоу. Я с корзинкой. Складывать. Это для торпа. Это для Алекса. Юрик, ну хорош балдеть. Тащи корзину. Ну, е-мое. Даже не посмеетесь. Я тут старался. Старался. Ну, мне вообще не смешно. Правда. Тащи корзинка улыбается американская. Ну вот. Корзинка на месте. Можно складывать. Карета подана. Как мне понравилось? Нет, Наташа, что-то они мне никак. Как Ольга Чепенко написала. И не надо орать. Еда подана. Садитесь жрать, пожалуйста. Когда? Сегодня написала? Нет. Вчера она на каком-то видео. На колокольчике написала. Да, на Гудвилле. А я хочу сказать. Я когда-то у дочери нашла дома колокольчик металлический. И когда у нас был ужин, я в него звонила и говорила. Ужин, сапо. Помните? Прикольно было. Вот Лариса примерила себе еще сапожки. Да, нормально смотрится. Но они мне большие. Намного лучше, чем те калоши, которые ты имеешь в виду. Как вы думаете, мне побольше размерчик взять? Я тут в отпуск собралась, чтобы мне ноги не замарать. А куда собралась в отпуск? В Россию. Ну вот так я и знал про Россию. Причем тут Россия? Улицы же грязные. Может, Бразиль? Мексику. Как вам? К цвету глаз, наверное, они подходят. Я беру девочки. Шутница. Все шутишь? Все посмеиваешься? Знаете, чем мне нравится этот магазин? Что можно сесть в машину и доехать до дома за 5 минут, чтобы не все фолси. Да, это классно. Я прям чувствую себя, как будто я дома. Это так же, как с работой. За 25 километров, за 100 ехать не надо. Мой муж ездит, представляете, как это? Да, это противно, это противно, да. Ну что я... Два часа в дороге, сколько бензина и строчит? Я взяла поменьше свой размер. Я девятку взяла. Размер-то скажи. Ой, ну какой классный. И 80 баксов они стоят. Мне нравятся они. Все, берем. Все, берем. Месткомбинат я. Ой, ну прям мне вообще... Пикзавод я. Любая дорога посмотреть. Стройка никто. Один выходит. Я. На стройку никто не хочет. Да, стройка это дело, конечно. Неблагодарное. Я даже подумала, у меня вдруг берет про бетон. Когда ты мне сказал, что ты будешь бетон делать. Ну я же поэтому тебя отговаривала. Ну вот представь, если 3 куба бетона, это вес примерно на 3 умножай. Ну, на 2,7. Это 10 тонн, да, грубо говоря. Это на эти 10 тонн несколько раз перенести. Не один раз, просто взять и положить. А раза 4. Не, ну они обычно, рабочие приезжают, когда, если с бетономешалкой, то у них такая труба, и они разливают. Ну, ну понятно. Я про ручной труд говорю. Давайте, ребят, оценивайте. Мне нравятся они. Мне тоже, как сидят на ноге, нравятся. Ну какие брать? Те за 40? Ну они вообще разные. Тебе эти больше нравятся? Бери эти. Странный ты. Ну те, они совсем другие. Это для одного. Ну берем те и другие за 100 как раз. 60 эти, те 40. Ну и потом ты смеешься. А что у тебя так много обуви? Потому что одни для одного, другие для другого. И сюда нибудь без зеркала. Ну, тут нету. Вот такая есть машинка. Она подметает. И цена ее, этой машинки, 533 доллара. То есть 30 тысяч. То есть 30 тысяч. Вот. Так. Прикольная, конечно. Но мы ее не купим. Потому что не довезем. Чаем. У нас дочь наша страшно любила в детстве лошадей. Ну, надеюсь, и сейчас любит. Да, и раньше, когда еще. И даже подросла уже. Если бы мы попали в этот магазин тогда, мы бы ей купили очень много всего. Нет. А я хочу сказать. 12 опоздал. Я это. Когда уже даже торговала, и она уже выросла. И я помню, что я привезла эти, так сказать, игрушки. И там были лошадки, набор лошадок. И у нее. Она уже, это, как сказать. Уже взрослая была. Уже, наверное, в институте. Она или в школе еще. В последнем классе. Она так посмотрела на этих лошадей и говорит, тебе что, нравится она? Говорю, ну, берем тогда. Итак, эти лошади, я, по-моему, к Насте отдала эти три лошади в наборе. Да, представь. Я уже не помню. Да, одни лошади. Доча уж обалдевала лошадок. Трактор. 30 долларов. Смотрите. Ферма тут лошади, коровы. 34 доллара. Все, упакована. Термоупаковки. А вот какие коровки, смотри. 9 долларов. О, быки. Это быки ехали тогда. Когда это? Имитировали быка они. Ну, мы уже поняли давно, что это был бык. Ого, такие мясные или молочные они. Мясные, наверное. А вот, смотри, телята или быки. Бык стоит мясной 7 долларов. Корова 9 долларов. Дороже на 2 доллара корова. А вот такая снегоуборечная 900 долларов. Ну, серьезно, это 50 с чем-то тысячи. А вот это, наверное, тепловая пушка. Ну, вот, вот. Тепловая пушка, наверное, это, да? И цена ее, этой тепловой пушки, 2299 долларов. Офигеть. Серьезная цена. А это что у нас? Баллон. Даже не знаю. Дочь, а это что, газовый баллон, да? Наверное, да, для чего-то большого. Только вот не могу понять, для чего он такой большой. Ну, как вот Джаред, он тупит, например, в гараже. А это больше просто. И цена его, этого баллона, сколько? Не вижу я. Поняли, это баллон вот для этой пушки тепловой. 2300 стоит оно. Это обогревать большие помещения, как думал. Или сушить, например, вот к вам. Ну, ваш этот. Бейсмент. Бейсмент, да, поставить. Она как даванет, за неделю там горячо будет. О, корзину тебе не или пошли? Забыли про корзину? Так, а это что такое? Это декор. Декор, 17, 18 долларов, считай. Дороговато. Да, а тут. Вау, тут. Смотрите, какой череп. И там огонь горит. Вау, видите, что это динозавры. Сколько это стоит? Я видела мальчика, он вышел. Из такой кучи динозавров вышел. И что это оно стоит? Ну-ка, переверни, что там? А, динозавры. Динозавры, да. Аликсу? Да у него две банки больших. Не надо, ну-ка. Не вижу, сколько стоит. Уже, наверное, на 30 раз. Это штучка стоит 46 долларов почти. Не почти, а больше. 7% налога не забывай. Ну да, 46 стоит. А вон там, вон 18. Вот это 41. А то я уже покажу. А здесь вот для декора. Пойдем покажу. Просто обалденно. Смотрите, как симпатично. Девчонки. И цена. Это все еще что ли светится? 20 баксов. Вот это 20 баксов, да? С налогом будет 22 почти. А, ну да, они же заряжаются. Да, и светятся. Вот это классно. Дождь, смотри ночью, как вот подсвечиваются. Вот это тоже с подсветочками. Где-то вот солнечная. Да, они ночью будут. Панель с батарейкой. Бабочки симпатичны. Мне нравится очень. Смотри, они на этом. На витру. Ружинке. Сколько она стоит? Падает чайно. Что только чайно не делает? Ну, ценника я не увидела. Ну, до 0.3. Трамп, не зря же заградительные пошлины ставит. А вот и все тоже с этими. Чтобы американцы жили лучше. Смотрите. Удачи. Давай. Привет. Ну это домой. Какая музыка. Ну, вот ты себе, у тебя на дверях нет такой? Кто-то вдруг зайдет и слышно будет. Я потом эту птичку в дверь кину, чтобы она разбилась. Она мне так надоест. Не, а вот ребенок, например, начнет твой выходить. И ты не услышишь. Погремушки на дверь стоят 7 долларов одна штука. Ну, что ж, это 6. Вот это 6, да? Девочки, у них тут был завоз. Тут надо кардинатор. Конструктор это, да? Да. Детские. Вот это Мелисса и Даук. Это очень популярная... Чего? Популярная фирма. Детская. Это мой. Ну, вот они в основном делают, типа, деревянное, что-то такое. 15 долларов без налога. Знаете, такую дорогую, у них очень дорогие игрушки. Деревянные. Да, вот 15 долларов. Тяжелое детство, дорогие игрушки деревянные. Теперь еще хвастаться будут. А у меня деревянные игрушки были. Вау, ты богатый был. Это же все пластиковое. Это кормушки. Ой, любовь, я прелесть. Кормушки. Ну, а как она открывается? А как птичка сюда залетает покушать? Или просто сюда насыпаешь? Конечно, я думаю. Да, насыпаешь. Кормушки-ловушки. Ты для красоты все сделала. Симпатично очень. Стоит этот 20 баксов. Это типа John Deere. Ну, я поняла, что это их первое. 20 долларов. Ой, какая это прелесть. А вон наверху кормушки. Ну, там уже не так симпатично. Почему они не так? Можно и какие-то. 24 доллара. Если бы сюда еще фонтанчик лил. А, это под цветочник. Какой под цветочник. Под горшочник. Под горшочник. Под цветок ставить. Мама, это для птички. Тебе тут на весолок. А, тоже для птичек. А, это кормушка. Семечек или чего там накидать. Ой, боже мой, обалдеть. А вот и семечки сразу, да? И семечки рядом лежат. Ну, кто-то любит птиц прикамерить. Сидит бабушка там у себя на газончике. Положила у нее там птички подлетели она. Порадовала жизнь. Ну, да. Прорелаксировала. А вот семечки, да? Или чего вот это, дочь? Смотри. Ну, да, это для птичек. Для птичек, представляете? Как у нас для собак. Здесь для птиц. Только для птиц. Не для своих птиц. Ну, да. И стоит это 40 долларов. Для того, чтобы просто купить и выкинуть. Представляете? Ну, кому-то это нравится. Для ремаха. А вот для белочек подкармливать. Белочки же бегают. И для этого целая полка. Целый отдел. Представляете? Земляные орешки. А по цене они дешевле, чем? Так их можно и сами люди. Да, люди бы наши скупили предприимчиво и продавали бы у нас. 20,99. Смотрите, какая кормушка. Прям такая добротная. 30 долларов. И тут сразу это... Вот это, наверное, что-то... Что-то жарят, да? Ну, да. 500 баксов. Представляете? Такая керамическая... Блин, жалко, магазин закрывается. Еще бы походили, конечно. Ну, девочки, может еще Лариса с Наташей придут. Я-то уже навряд ли. Потому что столько всего необъезженного, необхоженного. Поэтому я здесь был, наверное, первый и последний раз. Ну, вот, видите, не мог пройти мимо телега. Интересный. Ау! Лариса меня позвласила показать для инструментов ящики. Так, цена этого ящика. Не понял. 27,846. Что-то многовато, мне кажется. Да ну нафиг. Не может 27 тысяча стоить. Ну, вот такой ящик для инструментов. Видали? 1199 долларов. То есть, примерно... 60... Ну, 70 тысяч. По-нашему. Так-то неплохой. А тут что? Не могу найти. Извините. Извините. Оф. 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 сказал продавцу что я не понимаю по-английски он не сказала окей как спросить магазин закрывается семечки для того чтобы шелкать 1 такая упаковочка стоит полтора доллара это разные цены 100 рублей потому что же какие же дружи как настоящий качество у алекса есть таких нескольких мне примут этот мост нравится все обезьянте не посмотришь красота вообще не алексей вот семечки доллар 79 скажу наши вкуснее зажигалка не знаю сколько стоит зажигалка все мы чувствуется что вянут прямо мы вышли из магазина ухты ухты мы вышли из бухты из магазина ринка хризантемки на сегодня мы заканчиваем трансляцию из этого чудесного магазина running где мы сделали больше всего покупок мы и стратили 261 да и все теперь едем до дому до хаты мы думаем что нет мы не едем до дома до хаты мы едем в омарк но у меня батарейка села окей но мы не будем там снимать мы вам потом передадим что-нибудь привет из волмарта смотрите далее я взяла две пары я не знаю еще какие я ставлю ну хотя одни вообще вот эти вот можно даже сейчас носить давай девай я предполагал одевай обувай да а вот эти вот это вот эти однозначно ставлю это прям сто процентов а вот эти я еще подумаю они мне очень нравится но если я найду скетчерс какие-то подобие таких то я лучше их сдам и возьму скетчерс настроение пока пока доча говори пока помощи помощи дочь бай бай я не могу махать в одну руку камеру другой доча прикалывается надо мной нам сказали хорошего вечера я гриюте доча уже раз поглядывает на меня что я не будем наносить на сиденье на коленках положим багажное отделение неудобно на коленках он научит чего вы включили каких-то непонятных гайсов ну ни хрена себе такое фуфло японцы надо даже подойти кнопку нажать